Здарова, Пачанэм! Анализ Титик Аляши, это некая стримерша. Появилась она, если посмотреть на данные Аляши, там сразу её никнеймы, результатов 84500. Ну, в 2017 году, в общем, Аляша официал показывает свой канал. В 17-й год, какие-то фейки у неё. Мадмазель обыкновенная, если брать род стримерш. Народная маммография объявляется открытой. На дроче скинули её сиськи анонимно, где она на первой фотке просто лежит. Она вообще везде лежит. Ничего делать не хочет, только лежит. Лежит на советском ковре, вся намалёванная. То ли это перед стримом было, потому что перед стримом они все накрашиваются, либо после. Не успела тальк, то есть сабантуй косметически с лица убрать. Брови у неё удивлённые, а не сольёшь ли ты. Вот ещё так они любят ручку свою к рту. Будто бы вишенку какую-то держат, но не могут её слопать. Так вот. И камеру таким вот образом она держит. Ну, и это всё лёжа на советском ковре. Тиськи у неё с ореолами небольшими. Вижу, что упруги. И на одной даже фотографии заметны трусы, которые отделяются от тела на сантиметре 3-4. Что говорит о том, что, видимо, это не все фотографии, потому что, может быть, она и киску палила, так как ноги она раздвинула. Значит, тот, кто получал эти фотографии, она явно от него возбуждена. Я как-то... Все эти тусовки твичовские проходили. Май, апрель. Заходил, значит, на её стрим. Она там о каком-то парне так говорила. Ой, он такой смешной, такой позитивный. Такой весь пуси-пусенька. Скажу сразу. Вероятнее всего, это её Ебы. О ком она там говорила, я даже ник не запомнил. Она их по именам. Егор, Илья, блядь. У них, знаете, сколько их? Почему Ебы? Потому что, когда мадемуазель о ком-то так выражается, скорее всего, зачеркиваю, это сто процентов, ей этот персонаж закидывал филочку в кисочку. Тело у неё... Мне нравится её тело. Да, вы можете сказать. Ребра у неё там во всё. Вот там, где на фотке у неё трусы, подняты от пуза. Там ребра действительно видны. Особенно на уменьшение. Те хакер дураса какая-то. Те ми хака дураса. Скорее всего, это не хака дураса. Потому что зачем она эти фотографии хранила? Для кого? Вероятнее всего, скинула какому-то там Ебарю. И он опубликовал это. И сейчас будет думать, кто же это мог такое сделать. Нужно искать среди тех, кому она насолилась, с кем не встретилась. Возможно, это даже в начале её карьеры какой-нибудь. Судя по лицу её... Если посмотреть... Нынче... Нынче она выглядит так же, как раньше. Так что это старинные фотки. Явно не этого года. Потому что сейчас она подраскабанела. Тоже мне вот так вот сидеть, да? И сидеть 24 на 7 стримить. Ну ладно, она не 24 на 7 стримит. Вот это я ультрирую в себя. Почант пишет, какая писечка. А вот писечку она не спалила, писечку. Во всяком случае, на тех фотографиях, что гуляют подрачу. Самый примечательный факт в том, что... Они же ещё и фотографии с лицом своим выкладывают. Либо в отражении, или так, как данная особа, да? Аляша. Нет. По никнейму сразу думается. Оля. Олеси её зовут. Оляша. Олеси или Аляша, да? Она Аляша. Оля или Олеси. Не знаю, как её точно зовут. Эти сиськи вполне сойдут на то, чтобы пренгендовать на просто сиськи. А само тело с лицом, если отталкиваться от нашего народного и батареанского и снять шаболду, сутки... Ой, сутки. Ночь. Ну, 1015 ценой. Характер здесь ни при чём. Да и у них... У всех поголовно он портится. Они даже не показывают, каковы на самом деле бабы. Серьёзно говорю, что они по характеру всегда истеричнее, чем парни. Но есть парни тоже истерички. От них нужно держаться подальше. Вот почему я считаю, что это не хакнутая мембранка фотографий. Объясняю. Сейчас мы живём в век, когда двухэтапные модификации и трёхэтапные есть. А стримершие в первую очередь заботятся о своём конфиденциальном благополучии. Поэтому я считаю, что это никакой не хак. Как можно двухэтапную идентификацию скачать? Либо какой-то топ-донатер ей заслал, может быть, ссылку. Потому что на телефон ещё нужно, чтобы через телефон она это всё смотрела. Да, век технологий, все смартфоны имеют. Ну, во всяком случае, Москва, Питер. В Сибири сейчас не до этого там тушат пожары. Вот. Пуканы, наверняка, фановские, тоже в шоке. Как так Аляшу взяли, слили. Неверные. Вот так вот бывает. Бывает. Она не первая, не последняя. Этот весь слив открыла на подхвате, напоминаю, кто не знает, истоков из РУ сегмента. Потом Курина и остальные пошли. Вот. Ну, на подхвате там вообще она как морковку эту... Ну, там пенис такой стрёмный был. Весь искромётно выделяющийся. У меня такое было, когда я был при смерти. Из него сочилось, сочилось, всё сочилось, сочилось. Хотя удовольствия я никакого не получал, а тело болело. Вот. Их тут фотографии. Раз, два, три. Три фотки. На первом она руку держит. Вишенку хочет в рот засунуть. На второй подмышки не волосатые, либо побрело. Есть родинки, ёпта. Чуть ниже правой сиськи. Почему они не увеличивают груди, я понятия не имею. Я бы на их месте, да, увеличивал бы сиськи. Вот. Потому что, ну, такие титьки показывать не респект. Зачем сиськи скидывать, которые даны от природы? Лучше скинуть сиськи, те, которые после операции уже доведены до ума. Только нужно быть осторожным, потому что импланты, там, целый скандал развивается по этому поводу. У какого-то процента рак груди начался. Так что поосторожней с этими имплантами, юные стримерши. В проверенных клиниках ей обязательно нужно сдавать маркеры на вот эти раковые клетки. В доту она не играет, поэтому рак мозга ей, возможно, не обеспечен. Но рак сисик, если она сделает хуёвый имплант, может её сопровождать. А пупок на первой фотографии и на второй, на второй... Не, на первой фотографии пижу, её пупка нет, как и на второй. А вот на треке фотки, где трусы приподняты, пупок... Вот смотрите, у меня вот пупок. Мой пупок. Видите, какой мужицкий. А у неё прям такая марианская впадина. И чёрный ещё, будто она мулат. Её родителей я не видел, не знаю, что там намешано. Тем не менее. Вот, ещё одну фотографию запалил, где она с уточкой, видимо, медведьевской, в ванне. Но там только её фанфары глазашные. Вот. Ванна узкая, явно не на двоих, но тут кажется, словно её кто-то фотографирует. Потому что рука как-то... Или, может, она на штативе это сделает. Так. А вот тут ещё какую-то бабу. Тви... Твич Лис. Твич Лис. Ну-ка. Там прям пизда. Твит... Лис. Твитыч... А, Твич Слив, блядь. Твич Лис. Там пизда, здоровая пизда. Очень здоровая пизда. Но это вроде не она. Блядь. Слушайте, если это у неё такая пизда, она же как корова, блядь. У коров такие пизды. А вот ещё одна фотография её сиськи, которые с ореолами... Блядь. 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 С ореолами титьки. Блядь. Блядь. Соски напряжены. Но это пока. У них соски, они очень твёрдые. По мере возраста. В сорок лет они с трудом будут. Разве что на пенсию вставать. Либо на богатеньких ричи. Вот тут также ещё какие-то фотографии, как она, видимо, Хэллоуину готовилась. Видите, как совпало. Первого августа, почти день ВДВ. ВДВшники порадуются этому. Пиздец, я без водяных знаков. А, водяные знаки. Это все негодуют, что водяные знаки. В общем, немного добавляется, вероятнее всего, потом опять будут фотки. Если её киска выйдет в свет, я не буду видео делать. В общем, такая вот народная маммография объявляется закрытой. А, вот. Третья, кстати. Фотка запалила, она кровать свою, тоже постсоветскую. Вот. Фотки сделаны днём все. Либо утром солнце вовсю светит. Вот. Ну, как-то так бывает. Но у этой бабы пизда здоровы. Нет, это, вероятнее всего, не она. А если сравнить трусы... То у неё чёрные трусы. У этой, у которой пизда здоровая. Блядь, вот пизду с анусом скидывать, ну это вообще... Фотограф. У меня есть водки... Личного характера, но они никому не нужны. Я даже показывал их, и всем, в принципе, пофиг. Да и на видео палилась не раз. Вот. Какое-то видео. О, слышите? Здесь видео, где Аляша задницы своей деребит. В зайчих костюмчике с другими шаболдами какими-то. Ну, это, видимо, фотосет. Ну, для какого-нибудь публика, наверное, откровенного. Весело вам, пацаны. Да, весело. Весело, но весело. Вот только писечку хочется увидеть. Сисечки-то... Это так себе, а... Может, какая-нибудь стримерша когда-нибудь сделает фотосет и сама сольет. Только там будет супер-пупер качество. Охрененное качество фоток. Вместо напряженных сосков уродливых. Вишенка. Ой, вишенка. Сюда вишенки. Мам, не малинка. Клубничка заправленная. С битыми сливками. Вот. Волосы на лобке у неё не видны. И тоже хотелось бы, потому что... Волосы на лобке, они защищают... ...попадание микробов в саму пизду. Вот такие дела. Ладно, почему-то всё. Outback, лизмощадка. Волосы на лобке.